Почти из бюджет не стыдно вам. Олег Хамуляк, глава Иркутской ремонтной компании «Звезда» в басманном суде прятал лицо под капюшоном и не ответил ни на один вопрос. В его компании, той самой «Звезде» уже прошли обыски. По данным следствия, в период 2018-2019 году Хамуляк и иные пока не установленные лица необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных компанией «Звезда». Первый этаж. От действий предполагаемых мошенников из компании «Звезда» и пока не установленных лиц пострадал не только бюджет. Больше всего жители нескольких городов Иркутской области. Здесь в Ангарске из-за некачественного ремонта лифтового оборудования жильцы многих домов в течение нескольких месяцев были вынуждены подниматься к себе домой пешком. Для пожилых это испытание добраться до седьмого этажа. Пешком ходили больше года. Вы в свои 87 лет пешком поднимались? Да. На седьмой этаж? Да. С сумками? С сумками. А как на здоровье же все это сказывается? Ну, на каждом этаже отдыхала. У нас подоконники широкие на лестнице. Я, будучи беременной, поднималась на седьмой этаж и спускалась постоянно из-за дня в день. Лифт в этом доме в Ангарске до сих пор работает через раз. Вот эту кнопку, то есть нажимаешь, да, она захотела, ну, ответила, захотела нет. Горе-ремонтники из компании «Звезда» просверливали стены в квартирах людей, использовали самые дешевые материалы, в бумагах завышали стоимость, нарушали ГОСТы. Вот яркий пример. Среди мусора и пыли двое рабочих, в который раз чинят вроде бы новый лифт. Работа по замене. Она же была уже заменена, нет? Ставят, которые в проекте указаны, кто ее будет ставить на место. Еще год назад местные депутаты обращали внимание, как мелкая фирма с капиталом в 10 тысяч рублей вдруг выиграла тендер по установке лифтов на полмиллиарда. Такое ощущение, что люди действительно, не было у них опыта работы такого большого по капитальному ремонту этих лифтов. Вот они зашли и сами, может быть, испугались даже вот этого всего объема, что от них требуется. Более 4,5 тысяч ангарчан страдают от халатного выполнения своих обязанностей ООО «Звезда». Лифты не работают, и люди, живущие на верхних этажах, оказались заперты в своих жилищах. Работе компании было посвящено не одно журналистское расследование. Глава нашего региона стоял за созданием этой компании, поэтому, в принципе, я считаю, что бенефициары всех этих сделок по расходованию денег наших из фонда капремонта все-таки находятся близко к нему, а возможно и сам губернатор. У нас все газеты об этом писали в городе, что связано с губернатором, что его сын там завязан, какие-то у них юристы из этой фирмы, где этот сын работает. Расследование продолжается. Теперь многое будет зависеть от показаний номинального директора компании «Звезда». Олег Хамуляк арестован и ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Виталий Кармазь.